Почему же аппарат, имеющий гордое название УШМ, в простонародье известен как обычная классическая болгарка? Кто придумал такое название? Появление кодового слова болгарка имеет две возможные истории развития. Первый достаточно сомнительный, но не рассмотреть его нельзя. Итак, середина 1970-х годов. В Советский Союз приезжают болгары для строительных работ. Вместе с мужчинами-работягами на территорию СССР также пребывали их жены и дети, которые учились в местных школах и ходили в местные садики. По воспоминаниям советских мужиков, которые работали бок о бок с болгарами, становится очевидно, жены у наших приезжих братьев были невероятно ревнивые к русским женщинам. Поэтому они достаточно громко ругались со своими супругами. Крики ссор были настолько громкими, что их было без проблем слышно на другом конце селения. Каждый раз, беря в руки УШМ, мужики шутили, что инструмент такой же громкий, как и приезжие болгарки. Вот таким образом слово и прицепилось. Судя по всему, произносилось это скорее в шутку, чем с целью обидеть. Все же, несмотря на всю забавность ситуации, данная теория сомнительна и не совсем достоверна. Вторая версия происхождения данного слова звучит намного более убедительно. Выпуском инструментов те годы занималась компания Элпром Лович Бульгария. Даже в наше время никто такие названия целиком не читает, чего уж говорить об обычных советских работягах. Поэтому они цеплялись за самое понятное слово, которые оказались Бульгария. Называли инструмент по-разному и болгарином, и болгарка, и даже емким Булга. Однако прижилось именно болгарка. Забавно, что изначально УШМ болгаркой называли только обычные работяги. Но теперь это чуть ли не второе официальное название. Даже на ценниках в магазине чаще всего стоит болгарка. В какую из этих версий верить, пусть каждый для себя решает сам. Конечно же, первая достаточно забавная и веселая, а вторая более реалистичная.